В этом видео мы поговорим о том, как нас вовлекают в электронное рабство. Нас убеждают, что мы строим современное информационное общество. И переход на инновационные технологии – это неизбежная дань времени. Картофель 3.99. За все 19.99. Пожалуйста, введи исключение, пожалуйста. Я очень голодна. Нет, не делайте этого. Не надо этого делать. Единый супермаркет. Открываю себе вам мир. Мэм, вы не могли бы пройти со мной? После приватизации, ННН и согласия на обработку персональных данных, Следующим шагом на этом пути станет принятие биометрического паспорта, которое зачастую сопровождается нанесением на тело человека штрих-кода. Замыслы тотального контроля за населением планеты мировое правительство вынашивало уже давно. Но к новой системе управления готовились серьезно и планомерно. В данном видео мы рассмотрим две точки зрения на биометрические паспорта. Это религиозная точка зрения и, как ни странно, экономическая. С точки зрения религии, все эти события были предсказаны еще 2000 лет назад в Священном Писании, и вот постепенно пророчества сбываются. Но сегодня даже в православном мире нет единства по поводу принятия электронных документов. Многие священники убеждают свою паству в том, что в биометрическом паспорте и даже чипе нет ничего страшного и противного Господу. И только у некоторых священнослужителей хватает мужества говорить правду о том, что ждет людей, которые приняли печать Антихриста. Так в чем же опасность биометрии? Вас при помощи специального оборудования фотографируют со всех сторон, делая оцифрованный образ вашего лица. Все ваши черты записываются в виде точек со своими координатами. Биометрическое фото излучает волновые сигналы, по которым вас и будут с легкостью находить. Информация о вас с вашего же согласия закладывается в компьютер, который и будет вас идентифицировать по трехмерной фотографии. Вы постоянно будете находиться под прицелом, и вами смогут управлять, посылая определенные сигналы. Это похоже на то, как бабушки-знахарки наводят порчу на фото. Они ведь тоже умеют считывать излучаемую снимком информацию и послать его владельцу нужные сигналы. Но бабки-колдуни не тот размах. Все-таки технологии позволяют воздействовать на людей более масштабно. Можно, конечно, управлять сознанием массово, но системе нужно влиять на каждого индивидуально. Кому-то послать сигнал тревоги, страха, безысходности, отчаяния, а кому-то радости и удовлетворения. Управление нами через эмоции, внушение, зомбирование, лишение жизненных благ. И есть цель тайного мирового правительства, которое готовится к приходу Антихриста и его воцарению на земле. Для этого и нужно тотальное электронное порабощение. А главное, наше согласие стать рабом системы. На внедрение биометрических паспортов и чипизацию власти денег не жалеют. В чем еще опасность биометрической фотографии? В процессе создания оцифрованного образа человеческого лица зачастую незаметно, можно сказать тайно, на лоб наносится штрих-код или начертание. Это личный номер человека в единой базе данных. Такое же клеймо наносят и на руку при получении паспорта. Такие действия, естественно, не афишируются, так как человек даже не знает, что уже получил метку. А метка эта, то есть штрих-код, содержит антихристианскую символику в виде трех шестерок. Лазером направляется сигнал на один ряд подкожных клеток. Начертание это невидимо. Но отлично считывается специальными приборами. И если о нанесении метки мы не знаем, то на получение биометрического паспорта с оцифрованным лицом даем свое согласие. То есть сами по своей воле попадаем все прочнее в электронные сети. А выбраться оттуда уже не получится. Так мы реализуем замысел темных сил о нашем грехопадении. Теперь давайте рассмотрим биометрию с другой точки зрения. Биометрия и чипизация сегодня – это как бы для вас не казалось странным, вполне адекватная реакция правительства. Все дело в том, что мы как бы там ни было, умышленно или неумышленно, но всячески хотим уйти от той проблемы, которая называется выплата налогов. Налоги и сборы, которые окружают нас повсеместно, стали слишком тяжелыми для нашего с вами финансового состояния. Мы то и дело со своего кошелька отдаем все большую и большую часть при расчетах. Например, при покупке какого-либо товара, при заправке машины, при покупке еды, даже при поездке на отдых в какую-то другую страну. А возможно, что мы просто захотели отдохнуть и пошли в кино. Нас везде преследует налоговая система, которая забирает у нас определенную часть наших денежных средств. И заметьте, что эти денежные средства не зарабатываются теми, кто их у нас отбирает. Я специально ввожу вас так тщательно, чтобы вы понимали, о чем дальше пойдет речь. Потому что биометрия и чипизация населения в будущем – это неотъемлемая часть поддержки тех устоев, с помощью которых осуществляются эти самые поборы. Для того, чтобы некоторая элита на самом верху могла спокойно жить и контролировать нас с вами. Смотрите, как это работает. Биометрический паспорт на самом деле в принципе ничего не изменит. Но есть одна немаленькая составляющая. Технологический прогресс продвинулся настолько далеко вперед, что теперь маленький чип, который будет вставлен в обложку паспорта, расскажет о нас намного больше, чем мы сами о себе знаем. И вот эта информация, которая даже недоступна будет лично нам, будет доступна тем, кто нас будет проверять. Именно проверять и контролировать. Но на самом деле в этом чипе будет загружена вся наша информация. Будет создана отдельная база на каждого из нас. У каждого из нас будет свой личный номер или код. Поэтому коду можно будет идентифицировать любого человека на нашей территории. Представьте себе огромный шатер, который раскинут на территории всего нашего российского государства. Представили? А теперь представьте, что создает этот шатер. Этот шатер создает некоторые технологичные конструкции, которые мы с вами последнее время наблюдаем повсеместно. Это какие-то загадочные вышки, о которых нам говорят, что это Wi-Fi, что это интернет-связь, что это бог знает что. Но никто не говорит, что те же самые вышки могут нести на себе еще и дополнительные функции, которые покроют наше пространство территории Российской Федерации огромным шатром и создадут полностью экран. А теперь представьте, что под этим экраном будут ходить точки, как на радаре. Все вы видели какие-то фильмы, где был показан радар, и вы видели, как на нем определяется точка. Эту точку можно идентифицировать, если у нее есть свой код. Так вот, свой код – это чип в паспорте. И после того, как спутник, глядя на экран, на этот шатер, идентифицировал вашу точку, он может с легкостью рассказать о вас все. Абсолютно все. Где вы были, с кем вы встречались, сколько минут до секунды разговаривали. Потому что вы будете так же встречаться и сталкиваться с другими чипами, других паспортов. И самое важное, что вы не сможете сделать так, чтобы ваш паспорт остался дома. Вся динамика внедрения биопаспортов направлена на то, чтобы мы не могли выйти из дома без документа. Раньше мы могли с вами спокойно оставить паспорт дома и гулять. Могли заходить в магазины, и нас мог выдать только мобильный телефон, который тоже можно отследить. И это вы все прекрасно понимаете. А теперь представьте, что вам с собой придется все время носить паспорт. Эту карточку, которая будет нести о вас всю информацию. В этой карточке будут ваши финансовые средства. Будет заложена ваша группа крови. Будет вообще полностью справка о вашем состоянии здоровья. Будет все. Ваши дети, ваши родители, ваш муж, жена, и так далее, и тому подобное. Абсолютно все. Любая ваша затрата в магазине будет тут же уходить в базу и сохраняться в этой базе. Ведь мы же знаем, что уже принят закон Яровой. И вот эта база будет сохраняться очень долгое время. Да, по закону они говорят полгода, но мы с вами прекрасно понимаем, что если таковая база собирается, то это означает только одно, что она собирается на личность, на каждого гражданина страны. Некоторые финансовые мошенники, которых иногда называют даже финансовыми террористами, умышленно каким-то образом создают систему, при которой можно просто-напросто уходить от налогов в настоящее время. И вот правительство, и не только наше. А я сейчас имею в виду и правительство других стран, потому что повсеместно применяется эта биометрия. Так вот, они решили себя обезопасить. Все дело в том, что любая операция с вашей денежной карточкой, которая будет внедрена в чип, будет зафиксирована. Какие бы средства не поступили к вам на счет, какие бы траты вы не произвели в течение года, в конце определенного периода, а именно через 12 месяцев, вы получите смс-сообщение, в котором будет указано, какую сумму дохода вы получили, и сколько вы потратили. И самое главное, сколько вы должны выплатить государству налогов от полученных доходов. Ничего невозможно будет скрыть. Абсолютно каждый ваш шаг будет под контролем. Под контролем тех людей, которые создали шатер, под которым ходят биометрические точки, как на радаре. Любое наше действие, как на радаре. И это важно понимать. Мы не сможем с вами скрыть ничего. Если сейчас мы можем передвигаться спокойно по стране, не задумываясь о том, следят за нами или нет, то уже в недалеком будущем наши передвижения будут полностью отслежены. В какой пункт, в какое время мы прибыли, сколько там пробыли, с какими рядом точками, с какими рядом чипами находились, сколько времени мы там провели, куда потом поехали, где что-то приобрели или что-то продали. Любая сделка будет отслежена. Поэтому, если вы думаете, что вся биометрия и чипизация направлена на то, чтобы как-то истребить какой-то народ, то вы глубоко заблуждаетесь. Нет, народ не истребляют. Народ просто-напросто таким образом клеймят, и таким образом поголовье любой страны должно быть чипировано, чтобы правительство знало, где, кто и кем работает, куда он ездит, сколько он заправил топлива, где он осуществляет покупки, где он в конце концов и с кем живет. Вот это нужно знать, чтобы ни один человек, потерявший на сегодняшний день работу, не смог уйти из-под контроля правительства. Чтобы даже если он втихаря где-то получит какие-то деньги и будет осуществлять покупку, то все равно все это будет видно. Мы все будем под контролем. Мы все под шатром, который создало наше правительство. И вы ведь прекрасно понимаете, что сейчас многие уже осуществляют сделки между собой. Каждый человек имеет право это сделать. Мы приобретаем автомобиль и умышленно занижаем сумму, чтобы не платить налоги тому, кто покупает автомобиль. Мы уже понимаем, что налоги могут на самом деле оказаться просто-напросто грабежом нашего народа. Мы стали друг другу доверять. И мы перестали доверять правительству. И поэтому народ внизу. Именно мы начинаем сплачиваться. Мы сплачиваемся в том, что мы начинаем меньше платить. Мы ухитряемся производить меньшие оплаты. И именно поэтому правительству необходимо предпринимать такие меры, чтобы мы не могли утаить даже копеечки без их контроля. Чтобы они могли все считать, сколько мы получили и сколько мы затратили. Также вы прекрасно понимаете, что кто-то может обменять спокойно пять или десять мешков картошки на обувь, которую сделал сапожник. Смотрите, раньше это называлось бартер, но с недавних пор он становится практически незаконным. Любая сделка должна быть отражена. И понимаете, что если внизу кто-то начинает менять картошку на сапоги, то финансовая пирамида большого государства начинает шататься, потому что какой-то кирпичик финансовый не участвует. Сделка произошла напрямую без участия правительства, без участия тех, кто сидит на самом верху этой пирамиды. А теперь представьте, что таких людей, которые, условно говоря, меняют картошку на обувь, очень много. Представьте, что сделки начали происходить так повсеместно, потому что люди не хотят платить налоги, потому что они считают, что эти налоги являются просто грабежом, и вот эти сделки начинают уходить из-под контроля. А значит, нижние кирпичики пирамиды начинают разрушаться, они не контролируются, и от них не идет поступление туда-наверх. Если они не введут биометрические паспорта, где в одном чипе будут и наши данные, и кошелек, будет абсолютно все, какое у нас имущество, с кем мы живем, где мы ходим, где мы гуляем, с кем мы общаемся, мировая финансовая пирамида разрушится, потому что этому пришло время. Пришло время, когда народ стал понимать, что их грабят. Именно поэтому ужесточаются эти меры. Меры тотального контроля. Это не мера сокращения населения. Это мера контроля населения. Мера финансового контроля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова